Виртуальный риэлтор, интерактивная мебель, летающий автомобиль, навигационные очки, расширенные реальности – это не фантастический фильм о будущем, а экспонаты выставки высоких технологий. Главный IT-форум Дальнего Востока, русский метап, открылся в кампусе ДВФУ. Единственный шанс, который есть у Дальнего Востока, чтобы стать местом, в котором хочется жить, это как раз развитие высоких технологий. Мы можем, конечно, реализовать все экспортные проекты по вывозу из России природных ресурсов через Дальний Восток, но вряд ли жители Дальнего Востока будут счастливы тем, что они стали транзитной территорией, по которой идет нефть, уголь и другие ископаемые. В этом смысле высокие технологии – это безальтернативное будущее для Дальнего Востока. Государство делает на это ставку. Русский метап – больше, чем просто тусовка для айтишников. Это обмен опытом, встречи с экспертами и проекты, которые могут воплотиться в реальные стартапы. Форум соединил лучшие наработки, актуальные направления, без которых невозможно представить развитие IT-инфраструктуры региона. Мы представляем продукт Тилбраш, это производство Google компания, но мы не показываем 3D-моделирование, как можно рисовать в объеме. И учим ребят, которые приходят в нашу лабораторию, приходят сюда на стенд попробовать, как рисовать в новом формате. Современные 3D-технологии не имеют границ. И это одна из причин, почему они так занимают умы специалистов. Например, проект применения цифровых двойников на производстве. Важность технологии недооценить невозможно. С помощью таких двойников можно отработать действия работников при взрыве, аварии или возникновении других неполадок на предприятии. Мы понимаем под цифровым двойником трехмерную копию объекта любого производственного. Допустим, это может быть машина или электрический генератор. И вторым обязательным компонентом в данном случае являются данные, которые мы получаем с реальной такой же машины или с реально такого же генератора. То есть эти данные уже на датчиках есть. Мы лишь подключаем их к трехмерной модели и получаем цифровую копию, которая оперирует и работает точно так же, как в реальном мире. И мы на ней уже можем либо обучить персонал, либо отследить ее работу данного объекта и так далее. То есть сфера применения довольно разная. На подготовку специалистов и создание стартапа в области разработки компьютерных игр с использованием технологий виртуальной, дополнительной и смешанной реальности и технологии блокчейна направлена федеральная образовательная программа «Кибер-Россия». Начинающих и состоявшихся айтишников учат быть технологическими предпринимателями. Они с разными компетенциями и они уже делают, например, робот Кука. То есть они делают виртуальную модель, которая должна обучать специалистов работать с робототехническими устройствами виртуальной реальности. Вот есть у нас такая команда. Например, есть команда, которая делает, например, симулятор преподавателя. Есть команда, которая делает виртуальный учебник физики и так далее. Например, сейчас есть команда, которую мы собрали во Владивостоке в ДВФУ 120 человек магистров, куда входят и со специальности маркетинг, и со специальности инноватика, и программиста, и дизайнеры. В рамках открытия МитАП состоялось подписание соглашения об открытии в ДВФУ «Точки кипения». Принять участие может каждый желающий. Пространство станет площадкой для взаимодействия лидеров проектов и будет специализироваться на решении задач цифровой экономики. Катерина Матвеева, Игорь Болтов. Новости.